Глава первая. Некоторое время назад. Лила. «Что происходит?» – спросила я, видя, как нервничает отец, пытаясь отыскать что-то в своих документах. «Аслан Умаров приезжает с проверкой, а я не могу найти документы». Не поднимая взгляда от бумаг, раздосадованно ворчит родитель. «Пап, ты же сам дал мне эту папку, чтобы я проверила правильность расчетов. Забыл?» – спросила я, продолжая стоять на пороге. «Господи, так неси скорее, Лила!» Обессиленно, садясь в кресло, махнул он рукой. «Сейчас принесу. А тебе не помешало бы пока успокоиться. У нас все чисто. Зачем так нервничать и волноваться? Этот Умаров обычный человек». «Лила, пожалуйста, принеси документы!» Нетерпеливо махнул отец рукой, не слушая меня. Покачав головой, я, развернувшись, пошла к своему кабинету, понимая, что с ним бесполезно спорить в таком состоянии. «Что такое, дорогая, почему ты так спешишь?» Остановила меня мама на полпути. «Ты слышала что-то про этого Умарова? Папа сам не свой с утра. Можно подумать, к нам едет президент», – фыркнула я. «Президент не президент, но человек значимый. Если он согласится на сделку, можно будет забыть обо всех заботах. И не нужно будет думать о сбытии по маленьким точкам». Кивнув, я продолжила путь, думая о том, что мне уже не нравится этот Умаров. «Не любила я, когда люди кичились своим положением и пользовались им, чтобы заставить других плясать под свою дудку. Пусть у нас и не было больших денег, но я искренне гордилась тем, чего смогли добиться родители своим честным трудом. Наша небольшая ферма уже приносила нам хороший доход, и я не понимала желания отца добиться большего. Конечно, деньги не помешают, но тратить на это свои нервы и здоровье совсем не обязательно». «Отлично, отлично!» – одобрительно кивнул отец, стоило мне вернуться в кабинет с нужной папкой. «Аслан приедет на обед. Приготовь свои фирменные чудушки с творогом, смазанные топленым маслом. Пусть попробует нашу продукцию и убедится в ее качестве». «Хорошо, папа!» Смиренно кивнула я, понимая, что если он что-то задумал, то спорить с ним бесполезно. Аслан «Да ладно тебе, брата, глядись вокруг, какая красота! Горы, свежий воздух! Не вечно же торчать в офисе!» Как всегда, довольный жизнью, пытался поднять мое скверное настроение Саид. Но мне было не до окружающих красот. Внутренняя тоска съедала душу. Все вроде бы есть, но чего-то не хватает. Скука, одолевшая меня уже как пару месяцев, не давала мне покоя. Я устал от всего – от бизнеса, жены, любовниц. Все приелось, и я настолько отчаялся, что сам решил отправиться на ферму одного из новых поставщиков в надежде, что горный воздух развеет мою скуку. Но пока что я испытывал лишь раздражение. Не пристало мне заниматься столь мелкой работой. Стоило поручить это Саиду и не ехать, но жена настолько достала меня своими претензиями и мелкими обидками, что я решил взять перерыв от нее хотя бы на несколько дней. Странно, что ты согласился погостить у них, вклинился в мои мысли младший брат. А у меня был выбор. Ближайшая гостиница в двух часах езды. Когда нам работать? Тут ты прав. К тому же я видел фотографии их дома и фермы. Там столько места, что мы можем даже не сталкиваться с хозяевами. «Надеюсь на это», – вздохнул я ненавидящий, когда кто-то пытался нарушить мое личное пространство. Лила «Дорогая, ты подготовила две гостевые комнаты?» – спросила мама, входя на кухню, где я замешивала тесто. «Да, мам, все готово. Правда, я не понимаю, какая необходимость принимать их с ночевкой. Могли бы и в отеле остановиться», – пробурчала я, недовольная тем, что двое незнакомых мужчин будут присутствовать в нашем доме. «Будь гостеприимной, дорогая. Ты же знаешь, как далеко от нас находится отель». «Быть гостеприимной и недовольной тем, что кто-то придет и нарушит мое личное пространство – разные вещи», – фыркнула я, заканчивая месе тесто и отправляя его отдохнуть. «Надеюсь, эти Умарова стоят таких жертв. Еще и готовить им, небось, придется по три раза в день. Вряд ли такие большие шишки привыкли есть разогретые остатки обеда на ужин». «Ну, потерпи немного, Лила», – ласково просит мама. «Если твоему отцу это так важно, значит, дело того стоит. Он же ради нас старается. После ремонта, который мы затеяли, денег почти не осталось, а нам еще на свадьбу тебе копить». «Ой, да ладно тебе, мам, отмахивайся от нее. Какая свадьба, если у меня даже жениха нет и не предвидится?» «А этого ты знать не можешь. Судьба тебя может настигнуть в любой момент. Тебе почти 23 года, Лила. Давно пора замуж». «А вам так и не терпится от меня поскорее избавиться. Дуюсь я, ненамеренная бросать родителей выходить замуж только потому, что по нашим меркам уже пора, и я засиделась в девках». Покачав головой, мама уходит, чтобы проследить за работниками, а я в одиночестве готовлю, зляясь на нежелание папы довольствоваться тем, что мы уже имеем. Потому что чем больше мы зарабатываем, тем больше забот и проблем ложатся на его плечи, а он у меня уже не молод и, к сожалению, не так здоров, как хотелось бы. Закончив с чудушками, я решаю помыть пол на кухне. Снимаю фартук и, засучив рукава домашнего платья, принимаю за дело. Быстро убираю беспорядок, а закончив мыть пол, беру ведро с грязной водой и иду выливать его на улице. Так ближе, чем нести в ванную, да и нашему газону не повредит немного свежести в жаркий летний день. Как только я открываю дверь, ведущую с кухни во двор, глаза бьет солнечный луч, отраженный от блестящей поверхности, и я на миг теряю зрение. Что, впрочем, не останавливает рефлекторно поднявшие ведро руки, так что воду я выплескиваю вслепую. И тут же получаю целый град ругательств, которые извергает из себя незнакомый, но весьма грозный мужской голос. Безмозглая идиотка, и откуда только берутся такие безрукие горничные? Ты в моем доме и час не проработал бы, бестолочь, что за дрянь ты на меня плеснула, костюм испорчен, чтоб тебя, и даже не спросишь с тебя ничего, нищебродка. Я все еще щурюсь, пытаясь вернуть четкое зрение, но уже киплю от негодования. Вы сначала определитесь, безмозглая я или безрукая, шеплю язвительно, постепенно вглядываясь в этого хама. Ахам оказывается взрослым мужчиной, точно старше тридцати, и стоит в метре от меня в мокром костюме и с гневно сжатыми кулаками, словно едва сдерживается, лишь бы не наброситься на меня. Брови хмуро сведены на переносице, а жесткое, словно высеченное из камня лицо с резкими чертами, выражает всю степень его недовольства, как и мечущий молнии взгляд прищуренных темных глаз. — Ой-ой, а если это папин Умаров? — Да ладно тебе, Аслан, а она же не специально. Вмешивается в наш диалог третий голос куда приятнее первого, а переведя взгляд на второго мужчину, я чуть не теряю дар речи. — Вау, вот это красавец, я таких только в кино видела. Такой же высокий, как и хам, только более худощавый, с густыми каштановыми волосами, серыми глазами, которые отливают серебром, и поразительно красивым лицом. Я даже начинаю чувствовать нетипичное для меня смущение, теряясь под изучающим мужским взглядом и с ужасом думаю, что одета в ужасное домашнее платье, а волосы, наверное, торчат во все стороны после того, как я мыла полы, согнувшись в три погибели. — Эй, чего пялишься? Хозяина, позови! — неожиданно щелкает пальцами перед моим лицом хам, и я с вновь вспыхнувшей злостью перевожу на него взгляд. — Ну, допустим, я хозяйка, — заявляю с достоинством, словно стою перед ним в лучшем своем наряде. И хотя вы повели себя не самым лучшим образом с незнакомым и тем более с женского пола человеком, я все же извиняюсь за то, что облила вас. Это вышло случайно. — Смотри, как разговаривает, — неожиданно ухмыляется господин хам, глядя на своего красивого спутника. — Если горничная так изъясняется, то какие же у него хозяева? — Я не горничная, — возмущен утопой ногой. — Это мой дом. А вот вы кто такие? — Да, и мне сегодня! — Ужret. — Спасибо.